Не меньше как 10 предприемств у Гомельской области представят свою продукцию у национальным белорусским павильоне, который открылся на начале месяца в китайском городе Чэнду. Об этом сегодня поведом и у старшиня комитета экономики областного выконаучного комитета Игорь Ась-Люк во время встречи с руководством китайской компании «Великий шалковый шлях» на предприемстве «Милковита». Об новых перспективах супрациониста сюжет Марины Джалой. Белорусский национальный павильон внешне будет нагадывать Мирский замок. На его площадке наши вытворцы смогут представлять любую продукцию. Таким чином час выключена прайс-листов и буклетов застанется у минулым. Споживцы и импортеры все смогут увидеть на свои очи, попробовать и сделать выводы. Еще один аргумент на корысть перспективности павильона – добрая логистика. Недалеко находится Чигуночный порт. Белорусский национальный павильон появляется на территории Китая впервые. Он будет находиться в зоне свободной торговли Тинбайдян города Чынду, в железнодорожном порту. Это огромный логистический центр. На данный момент там уже действуют павильоны других стран. Белорусский национальный павильон – это будет огромная платформа для налаживания сотрудничества между Белоруссией и Китаем. Не только в сфере экономики и инвестиций, но также в сфере туризма, образования и культуры. Идея заявления Белорусского центра накерована на створение суместных предприемств с притягнением мясцовых инвестиций, распроцовку товарных пропанов специально под рынок КНР, как по смаковых перевагах с поживца, так и по санитарных, техничных и инших нормах официйно принятых у Китая. Побач с национальным белорусским павильоном так само размещены два буйные китайские оптовые рынки. На каждом представлено больше за 7 тысяч китайских вытворцев. Самый главный вопрос сегодня получить те документы, которые будут давать возможность работать на китайском рынке без каких-либо препятствий. До открытия павильона засталось не шмат часу, тому заразголовное продумать, какие предприемства Гомельшины готовы представить свою продукцию китайскому покупнику. Сколько конкретно удельников отправится у Китай, поколь не вядома. Докладно, что не меньше за 10. У основным это будут представники харчовой промысловости, молочной, мясной, кондитерской. Например, предприемство «Мелковито-Селита» за 7 месяцев продало у Китая в 7 разов больше продукции, чем за такий же летний период. Если 80% отгрузок – сухая сыроводка. Сотрудничество мы рады, причем чендумы еще не очень сильно представлены. Поэтому надеемся, что благодаря данному формату мы решили свое присутствие на данном рынке. Далее изъявится интернет-версия белорусского национального павильона, где вытворцы и импортеры смогут наладживать актуальное и зручное супрацовництво.